и еще работаем по одной стороне но при этом у нас мы сейчас сделаем такой элемент растяжки очень классно было бы чтобы у нас был ортез но мы сделаем его без ортеза на маленьком валике для того чтобы увеличить амплитуду что мы этим самым сделаем то есть у нас сейчас будет такой элемент растяжки мы растянем вот эту вот связочку которая раскрывает нам козобедренный сустав подвздошно-поясничная у нас включается и четырехглавая мышца будет максимально растягиваться плюс еще добавим растяжение межреберных промежутков и нашей пояснички согнем что мы делаем смотрите получается чтобы было наглядно видно это нога у нас останется ровная эту ножку мы сгибаем максимально до руки вверх сейчас пока просто делаем и дышим смотрите видите коленка подгибается поэтому я беру и потихонечку убираюсь в бедро если бы был одет ортез нога была прямая мы переживали максимально одну ножку у нас она согнута вторую максимально разгибаем тем самым мы уже растянули вот эту часть а далее дима потихоньку наклоняется вот в ту сторону корпусом по кушетке вот прям по кушетке с головой вместе рука за ухом о да отлично тянешься дышишь есть хорошо расслабился вернулся я чуть-чуть расслабляю то есть помимо того что мы по передней поверхности растягиваем то есть по брюшной стенке четырехглавой мышцы мы еще и задействуем вот эту вот косую поверхность давай опять я растянулся ты потянулся и по кушетке пытаемся смещаться противоположную сторону той ноги которую мы растягиваем дышим подышим немножко чтобы межреберные промежутки в этом положении немножко поработали состоянии растяжения и расслабились далее почему при сгибаем ногу либо и если она была бы в ортезе я бы ее слегка чуть-чуть приподнимала для того чтобы назад сократить мышечное волокно давай еще разок и потом в другую сторону так 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 освещайся да 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 может даже доползти голову я это умею пересматриваю только внести для чего положили валик под таз для того чтобы таз немножко как будто вытолкнуть вперед и вверх хорошо достаточно и расслабились так теперь будем выполнять то же самое на другую ногу так потянулись так на другую ногу так тянулись вот так тянулись А теперь давайте с наклоном. Чем хорошо, что вы лежите на поверхности? Тем, что вы понимаете, в какой плоскости выполнять наклон. Вы не скручиваетесь, а вы просто двигаетесь. Верхней частью корпуса, по поверхности пола, либо кушетки. И возвращаетесь в исходное положение. Хорошо. Расслабились. Давай еще. Учитывая то, что мы на этой неделе, если вы вместе с нами работали, то вы понимаете, работали на поясничный отдел, на ягодицы. То есть мы как раз сейчас и пытаемся растянуть все эти группы мышц, которые натруждали всю неделю. Давай еще. Правая рука туда побольше. Я густою вместе с плечами. Да, голова. Хорошо. Все, достаточно. И расслабляемся. Продолжение следует...